В минувшую субботу в отделе МВД России по Славинскому району состоялось торжественное открытие стелы памяти. Памятный знак установлен в честь сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, ветеранов службы, а также ныне действующих сотрудников, достойно выполняющих свой служебный долг в мирное время. С подробностями наши корреспонденты. Идея создания памятного знака, олицетворяющего мужество, честь и отвагу сотрудников правоохранительных органов, родилась много лет назад. И, наконец, благодаря усилиям руководства Славинского отдела МВД, ветеранов службы, в городе появилось знаковое место, призванное напомнить горожанам о том, как нелегка служба стражей порядка. Открыл мероприятие председатель первичной ветеранской организации отдела МВД по Славинскому району, полковник милиции в отставке Вячеслав Кужильный. Он рассказал об истории создания Славинского отдела полиции, а также поименно назвал всех тех, кто пожертвовал своей жизнью, выполняя служебный долг. В тяжелые годы оккупации Парфейки командовал партизанским отрядом смелый. Партизаны, которые не только наносили неожиданные удары по врагу, они вели разведку, карали предателей, поддерживали боевой дух улетенных земляков. Стелла призвана повышать чувство долга и ответственности полицейских, спешащих на серьезные вызовы. Здесь будут проходить торжества и вручения наград отличившимся сотрудникам. Сюда можно прийти горожанам, почтить память погибших полицейских. И отдать дань уважения людям, которые каждый день противостоят преступности и обеспечивают безопасность на улицах города и района. История СССР не связана с людьми судьбами. За цифрами стат отчетов стоит повседневная, кропотливая, напряженная работа полицейских. Именно люди, ежедневно поднявшись в свой служебный долг, отдающий большую часть своего личного времени, формируют мнение о полиции как о гарантии правопорядка в обществе и государстве. Сотрудники слоянской полиции создают все важные, с возложенных на них задач, противостоят росту преступности, охранять общественный порядок, делать все, чтобы защитить права граждан от любых противоправных действий. Также обратился к присутствующим председателем районного совета Григорий Литовко. В нашем городе мы открываем стылу памяти. Это живая память воплощения мужества, героизма, стойкости, преданности наших ребят своему воинскому долгу. Есть место, куда можно прийти, поклониться. После того, как настоятель Свято-Пантелеймоновского храма, отец Олег, окропил монумент святой водой, почётный караул и участники встречи возложили цветы к подножью монумента. Символом памяти стали также десятки воздушных шаров, которые выпустили в небо дети, учащиеся кадетского класса школы номер 16.